О покаянии настало время собирать камни. Экклесиаст, 3 глава, 5 стих. Время покаяния за разрушение, за убийство, за вселенскую ложь. Время покаяния. О покаянии говорят и пишут, и ставят кинокартины. Но если эти разговоры не приводят к Богу, то для чего и разговоры эти? Каяться нужно в первую очередь перед Богом, что забыли Бога, отреклись ходить по Его святым заповедям, что избрали лживых учителей, ласкающих слух. Тех учителей-мучителей нет уже, их лозунги сотлели, построенные ими капища рухнули. Ложь обнаружилась, и обнажилась пустота. Воистину, если вырвать из сознания людей Евангелие, то на месте его будет зиять смертельная рана, которую не прикроешь никакими энциклопедиями трудов материалистов. В чем же нужно каяться и перед кем? Как понимать слово покаяние, чтобы правильно совершить его, очиститься, успокоить совесть, начать жить новой жизнью? Слово покаяние приводит человека к Богу, как блудного сына в дом отца. Напротив покаяния всегда стоит обвинение другого, самооправдание. Если нет правильного божественного покаяния, тогда семь злейших демонов заполняют все существо, страну и землю своим, в кавычках, товаром, обвинением царя, церкви, священства, родителей, начальства друг друга. Эта трагедия произошла не только с Россией, это было уже в раю. К согрешившему Адаму в раю приходит Бог, ожидая покаяния нашего праотца. Согрешивший Адам сокрылся между деревьями рая, за теориями дарвинизма, за софизмами. Бог задает согрешившему вопрос «Где ты?», то есть «Куда ты скрылся от лица моего?» И на этом первом допросе род человеческий дает ответ, каким потом семь с половиной тысячи лет пользовались и будут еще пользоваться все потомки, самооправдывающие себя. Самооправдание тут же влечет и обвинение другого в своем грехе. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Виновата жена. А если смотреть в корень, говорит Адам, то виноват ты, создатель этой спутницы. Первый урок окончен. Допрошена и Ева. Она ни слова не говорит о горе, сотворенном ею, но винит во всем демона. Свидетели не вызываются, и виновные от своих трактовок преступления не отказываются. Пять тысяч пятьсот восемь лет от Адама до Рождества Христова звучали призывы к покаянию. К покаянию перед Богом. «Итак покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жены наплеменных». Первая книга Ездры, 10 глава, 11 стих. В полный голос призыв к покаянию зазвучал из уст Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. Без признания своей вины человек не может и покаяться. Чтобы человек понял, кто он, в чем виновен и в чем ему нужно каяться, нужна проповедь, разъяснение уснувшей совести людей того, кем они могли быть и должны, и кем стали. «Человек – творение Божие, и живет не сам по себе, что хочу, то и творю, но жизнь дана от Творца, который и спросит за все, за каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют от нас». «Христос не раз говорил, что Он пришел спасти, призвать к покаянию неправедников, но грешников». Евангелие от Луки, 5 глава, 32 стих. «И апостолы пошли в мир, возвещая покаяние пред Богом. Деяние святых апостолов, 20 глава, 21 стих. Рецепт остался тот же самый и для нас. Что же нам делать ныне, впадшим в глубину бед и пороков, преступности и развала, крушения надежд и полыхающей злобы?» «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, деяния святых апостолов», 2 глава, 38 стих. «Необходимо искренне покаяться и сделать поворот, поворотиться, обратиться от злых дел к делам достойным покаяния». «И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение, 2 глава, 5 стих. «Что мыслили святые отцы православной церкви о покаянии? Начало покаяния – осуждение грехов. Осуди и ты свои грехи. Этого достаточно для Господа к твоему оправданию, потому что осудивший свои грехи не так скоро решится опять впасть в них. Ты согрешил? Войди в церковь, покайся. Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не истязуют, но дают прощение грехов. Бог никогда не отвергает искреннего раскаяния, но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решился бы возвратиться опять оттуда, на путь добродетели, чтобы привести все в прежнее состояние, потому что покаяние ценится не по продолжению времени, но по душевному расположению. Так для неневитян не было нужды во многих днях, чтобы загладить грех свой, но краткого дневного срока было достаточно для заглаживания беззакония их. И разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай, но во столько времени, смыв все грехи всей своей жизни, сколько употребляется его на произнесение одного слова, получил еще прежде апостолов награду православия. Бог показал, как он прощает грехи. Согрешили некогда неневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрим, что же спасло неневитян. На язвы свои они возложили пост, и строгий пост, лежание на земле, и одежда из вретища, пепел и слезы, и вместе с этим переменили и образ жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств уврачевало их. Что же это за лекарство? И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Иона, 3 глава, 10 стих. Не сказал, видел пост, вретище, пепел. Я говорю это не с тем, чтобы отвергать пост, нет, а для того, чтобы убедить вас делать то, что лучше поста, воздерживаться от всякого зла. Святой Иоанн Златоуст. И блудница, приступившая ко Христу в краткое мгновение времени, смыла с себя весь позор. И когда иудеи негодовали, что Христос допустил ее к себе и дозволил ей такую смелость, то он заградил ему ста, а ее отпустил, простив ей все грехи и приняв ее усердие. Почему так? Потому что она приступила с теплым расположением, с пламенную душою и горячей верою и коснулась святых и священных ног его, распустив волосы, проливая из очей потоки слез и возливая мира. На это, на покаяние, не нужно много дней и годов, а нужно только благорасположение. И все исполнится в один день. Отстань от зла, полюби, добродетель, прекрати порочную жизнь и обещай больше не поступать так. Этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас, грешников, отстав от прежних грехов, даст искренний обет Богу не повторять их, то Бог ничего больше не требует для оправдания. Согрешил ты. Войди в церковь и загладь свой грех. Поплачь о грехе своем. Если плач Петра загладил столь великий грех — отречение от Христа, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от своего Господа было преступление немалое, но великое и весьма важное, и однако же слезы загладили грех. Плачь и ты о грехе своем. Человеколюбивый Господь от тебя хочет не больше труда, а сам даст великое. От тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, а Он даст тебе прощение. Принеси покаяние, а Он дарует тебе отпущение грехов. Иоанн Златоуст. Том 2. Страница 328. Том 1. Страница 89. Том 10. Страница 371. Том 1. Страница 542. Том 2. Страница 328. Как всеведущий Бог и беспокаяние нашего, еще прежде сотворения начальных пылинок Вселенной, знал о каждой нашей мысли, слове и деле. И если у людей вслед за признанием вины часто следует и наказание, то у Бога следует полное прощение. Ты всех милуешь, потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния. Премудрость царя Соломона, 11 глава, 24 стих. И как бы далеко человек не ушел по тропе заблуждений, Он всегда дает место и время покаянию в грехах. Премудрость царя Соломона, 12 глава, 10-19 стих. Покаяние удобно в любое время, но наиболее удобное есть то, когда слышишь, читаешь эти слова, когда Бог касается твоего сердца. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Послание евреям, 3 глава, 7 по 8 стих. Есть люди, сожженные в совести своей. Они услышат и не поймут, не поверят, ибо совесть есть тот участок души, через который слышится голос Божий. За грехи народа Бог всегда, любя, наказывал тех, кто предуставлен был к жизни вечной. И сколько претерпел наш русский народ за последние столетия и... При всем том народ не покаялся. Сирахова, 48 глава, 16 стих. Возгнушались законным моим, не уразумели его, но презрели, когда еще имели свободу, и когда еще отверсто было им место для покаяния. Третья книга Ездры, 9 глава, 11 стих. Посему, пока еще отверсто дверь покаяния, пока еще есть время, пока живы, поспешим, обратимся, покаемся за грехи свои, за грех цареубийства, чтобы загладить грехи. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяние, 3 глава, 19 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. 17 глава, 30 стих. Пока не пришла смерть, пока не заключены двери, не отнята возможность войти, пока не напал на вселенную ужас, пока не померк свет, проси, грешник, милосердие у Господа. Если ты, грешник, будешь плакать и сокрушаться о своих грехах и с верой умолять Господа, Он оставит тебе беззакония твои и изольются на тебя щедроты его, потому что жаждет и желает Он твоего обращения. Слушайте и содрогнитесь, хотя море благости исполнено щедрот, но если человек не принесет покаяния, он не получит милости в день суда. Все рожденные могут достичь покаяния, поэтому кто не может раскаиваться, тому лучше было бы не родиться. О, как велика сила покаяния! Оно умилостивляет Бога, уже изрекшего приговор. Преподобный Ефрем Сирин Приносящие истинное покаяние не занимаются уже осуждением близких, они занимаются оплакиванием своих грехов. Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя покаяние. Авва Исаии Покаяние рождается от веры в праведного, воздоятеля, и возбуждается страхом неминуемого суда Божия и заслуженных мук. Грешник ужасается страшной участи, уготованной нераскаянным, и решается обратиться от области сатанинской к Богу, отцу своему, Исаак Сирин. Кто льстит согрешающему, обласкивает его, тот только более располагает его ко греху и не подавляет преступлений, а питает их. Но кто строгими советами обличает и вместе наставляет брата, тот содействует его спасению. Откровение Кого я люблю, говорит Господь, тех обличаю и наказываю. Откровение, 3 глава, 19 стих. Так надлежит и священнику Божию, не обманывать льстивыми утешениями, но промышлять о спасительных лекарствах. Не искусен тот врач, который слегка только ощупывает рану, сохраняя заключенный внутри, в глубине яд. Он только увеличивает его силу. Надо вскрыть рану, рассечь, и, очистив от гноя, приложить к ней сильнейший пластырь. Пусть больной плачет, пусть кричит, пусть жалуется на нестерпимую боль. Он будет благодарен потом, когда почувствует себя здоровым. Киприан Карфагенский. Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния. Но даже если бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решил опять возвратиться на путь добродетели, и того он принимает, и приближает к себе, и делает все, чтобы привести его в прежнее, и даже лучшее состояние. Сатана извратил естественный порядок, греху он дал дерзость, а покаяние – стыд. Нет такого греха, который не изглаждался бы покаянием. Пока ты еще дышишь, даже в последний день на самой постели, даже при последнем издыхании, оставляя поприще этой жизни, и тогда покайся. Через грех дьявол низводит нас в гиену, через покаяние Христос вводит нас в Царство Небесное. Блудный Сын представляет собой образ падших после крещения. Мы искуплены драгоценной кровью. О чудо! Судья, Христос, ведется на суд за осужденных. Покаяние имеет силу только на земле. Покаяние отверзает человеку небо, вводит в рай, побеждает дьявола. Грешен ты? Не отчаивайся. Каждый день согрешаешь, каждый день приноси покаяние. Я всю жизнь провел во грехе. Если покаюсь, буду ли спасен? Конечно. Откуда это видно? От человеколюбия Господа твоего. Представь себе искру, упавшую в море. Может ли она сохраниться или оттуда снова появиться? Что искра в отношении к морю, то и порог в отношении к человеколюбию Божию. Да еще и не то же. А гораздо менее. Иоанн Златоуст. Истинное покаяние состоит в следующем. Мы должны оставить прежние грехи и ими, как мерзостью, гнушаться. Об этих грехах сожалеть. Просить милости у Бога. Исповедоваться духовнику и всячески беречься других грехов. Прощать ближнему согрешения, чтобы нам самим Бог оставил их. Проявлять любовь и милость ко всем, чтобы самим получать милость. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Смирять себя, ибо смиряющий себя вознесется. Никого не осуждать, ни на кого не клеветать. Молиться Богу всегда, чтобы не впасть в искушение. Покаяние невозможно без искоренения самолюбия. От истинного богопознания происходит истинное покаяние. Кающийся должен исповедовать все грехи подробно и по одному. Исповедание должно быть смиренным, благоговейным, истинным, с обвинением себя самого, а не другого. Кающийся должен иметь непременное намерение не возвращаться к тем грехам, которые исповедовал, и исправить свою жизнь. После исповеди пусть исполнит епитемью, назначенную от духовника за грехи. Печать этой тайны. Духовник должен в себе хранить грехи, услышанные на исповеди, и не открывать их никому, ни в коих случаях. Тихон Задонский. А то, что пользы, если без чувств, со скукой или рассеянностью будем стоять на службах, досадуя, что долго тянутся. Время, свободное от служб, будем проводить в полусне и бездействии. Затем холодно проговорим на духу грешен, про грехи, о которых спросят, не имея и помышления о том, что главной нашей целью должно быть совершенное исправление жизни. Что пользы? Это значило бы исполнить обычай, говение, а не говеть во спасение. Феофан Затворник. Оттого окончательно гибнут христиане вечной смертью, что во время земной жизни занимаются одним нарушением обетов крещения, оттого, что не удостаивают ни малейшим вниманием Слово Божие, возвещающее им о покаянии. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа, предшествовать крещению во Христа, а после крещения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа. Воспоминание о смерти – дар Божий, говорят отцы. Страшно не признать себя грешником. От непризнающего себя грешником отрекается Иисус. «Ибо я пришел призвать неправедников», говорит Он, «но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. Дело покаяния совершается посредством следующих трех добродетелей – очищения помыслов, непрестанные молитвы и терпения встречающихся скорбей. Покаяние возможно только при точном, хотя бы и простом знании православной веры христианской. Господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни. В эту последнюю минуту ищу отверсты, двери милосердия Божия всякому, стучащему в них. Только один из грехов – самоубийство – не подлежит врачеванию покаянием. Тщетны, бесплодны, часто вредны для души и самые возвышенные подвиги, когда они не растворены чувством покаяния. Я усвоился Богу святым крещением. На таинстве крещения зиждется таинство покаяния. К покаяниям возвращается усвоение Богу. Только при посредстве покаяния можно принять Евангелие, усвоиться Евангелию. Игнатий Брянчанина Кто бежал из темницы, тот не пожелает видеть ее в другой раз. Кто избавился из плена, тот молится, чтобы никогда не попадать в плен. Покаяние состоит в том, чтобы не возвращаться к прежним грехам. Ефрем Сирин Покаяние состоит в том, чтобы уже не делать впредь того же, а кто принимается за прежние дела худые. Тот по пословице бьет шерсть над огнем и черпает воду решетом. Иоанн Златоуст Если избегший скверн мира через познание Господа нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последние бывают для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину и, вымытая свинья, идет валяться в грязи. Второе послание Петра, 2 глава, 20 стих. Многие после покаяния возвращаются к своим прежним беззакониям с такой надеждой согрешил и покаялся, еще согрешу и еще покаюсь, ибо говорится, сколько раз падешь, столько раз восстань и спасешься. О, ложная надежда! О, туманное упование, основанное не на твердом камне, но на песке! Не тебе, не тебе, возвращающемуся к прежнему злодеянию, добровольно и нарочито! Не тебе служит это речение! Сколько раз падешь, столько раз восстань и спасешься! Но тем, которые случайно впадают в какой-либо грех, а не по нарочитому изволению и намерению, тебе же нужно слышать громогласного церковного учителя, святителя Иоанна Златоуста, вопиющего так, «Не достоин прощения тот, кто по причащении снова согрешит, не достоин здоровья тот, кто по исцелении снова сам себе причиняет рану, не достоин очищения тот, кто по очищении снова оскверняет себя». Дмитрий Ростовский Кто обращается от праведности Шуток, Шуток, Сквернословия, Чревоугодия Это пути к блуду. Приносишь покаяние в лукавстве, избегая раздражительности, ненависти, зависти, противоречий, робости и всякой низости. Приносишь покаяние в том, что поссорился. Приучи язык твой отвечать кротко. Приносишь покаяние в безрассудстве, не только уклоняйся от зрелищ, но и во всяком месте удаляя от себя смех и всякую мирскую забаву. Ибо подобные этому вещи принуждают возвращаться к прежнему. Если видишь кающегося и снова согрешающего, значит, он не изменился. Признак, приносящего твердо покаяние, образ жизни собранный и суровый, отсутствие превозношения, а также очи и ум, всегда устремленный к вожделенному Иисусу Христу с желанием по благодати Христовой стать новым человеком. Гефрием Сирин. Доказательством, что они, грехи, прощены нам, служит то, если из наших сердец истреблено и расположение к ним. Иоанн Кассиан. «И ныне еще, — говорит Господь, — обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, в плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Книга пророка Иоиля, 2 глава, 12 стих. «Помышления свои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти твою душу. Антоний Великий. Не открывай совести твоей тому, кому не расположено сердце твое. Пимен Великий. Ты стыдишься и краснеешь, когда нужно сказать свои грехи священнику на исповеди. Стыдись лучше грешить, чем исповедаться. Размысли. Если не будет принесена исповедь здесь, то все будет исповедано там, перед всей вселенной. Где больше мучения? Где больше стыда? На деле мы отважны и бесстыдны, а когда должны исповедаться, тогда стыдимся и медлим». Ефрем Сирин. «Когда согрешишь, не выжидай обличения от другого, но прежде чем будешь обличен и обвинен, сам осуждай свои поступки, потому что если уже обличит тебя другой, твоя исповедь будет не твоим делом, но плодом стороннего обличения». Признание в грехах весьма способствует их исправлению. Отрицание греха после совершения его становится тягчайшим из грехов. «Истинное исповедание в том, чтобы, отвергнув грех от всей души, избегать его и никогда уже не возвращаться к нему». Если Иерей, священник, получил власть отпускать грехи, совершенные против Бога, то гораздо скорее он может отпустить и изгладить грехи, совершенные против человека. Если бы кто из мирских судей предложил кому-нибудь из пойманных разбойников или грабителей открыть свои преступления и таким образом избавиться от наказания, то они очень охотно приняли бы это, презирая стыд ради своего спасения. А здесь не бывает ничего такого, но Бог и отпускает грехи, и не заставляет высказывать их в присутствии других, но требует только одного, чтобы сам, получающий отпущение, познал величие дара. «Господь, зная слабость нашей природы, когда мы, приткнувшись, впадаем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от грехов и поспешили к исповеди. И если мы это сделаем, Он обещает нам скорое помилование». Иоанн Златоуст. «Не скрытничай на исповеди, чтобы не остаться неисцеленным». Феодор студит. «Если хочешь, чтобы Бог даровал тебе слезы сокрушений и бесстрасти, непрестанно приводи себе на память свой гроб». Ефрем Сирин. «Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь». Сирахова, 7 глава, 39 стих. Откровение, 3 глава, 2 стих. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Откровение, 2 глава, 5 стих. «Итак вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Кающиеся должны горько плакать и совершать от всего сердца и все остальное, что свойственно покаянию. Покаяние требует, чтобы человек сперва воззапил в себе и сокрушил свое сердце, потом стал добрым примером для других, а для этого сделал себя слышимым и объявил образ покаяния. Василий Великий. «Плачь и стенай, когда согрешишь не о том, что будешь наказан, так как это ничего не значит, но о том, что ты оскорбил своего владыку, который так кроток, так любит тебя, так заботится о твоем спасении, что и сына предал за тебя. Вот о чем плачь и стенай, и делай это непрестанно, потому что в этом и состоит исповедание». Иоанн Златоуст. «Если епископ или пресвитер не принимает, но отвергает обращающегося от греха, да будет извержен от священного сана». Апостольское правило 52. Пояснение об епитемии, церковном наказании. Как в Уголовном кодексе, так и в Гражданском есть статьи, гласящие, какое надлежит претерпеть наказание за каждое преступление, так и в церкви было всегда. Эти правила наказания даны на Вселенских и Поместных Соборах Единой Апостольской Соборной Церкви. Например, за совершение убийства в очреве, аборт, десять лет отлучения от причащения святых христовых тайн, умышленно погубившая зачатый во утробе плод, подлежит осуждению смертоубийства. Тонкого развлечения плода, образовавшегося или еще не образованного, у нас нет. Ибо здесь полагается взыскание не только заимевшее родиться, но и за то, что вредило самой себе, поскольку жены от таковых покушений весьма часто умирают. С Симса выкупляется и погубление плода, как другое убийство, от дерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобает не до кончины простирать покаяние их, но принимать их в общение по исполнению десяти лет. Врачевание же измерять не временем, но образом покаяния. Василий Великий, правило второе. Эти годы эпитемий распределяются на четыре ступени, степени по два с половиной года. Первое. Плачущие. Плакать на улице. Дождь, ветер, холод. Все на твоей голове. Разрешается только одно – просить входящих, чтобы помолились обо мне. Вторая степень. Слушающие. Внутри врат. В притворе грешник должен стоять только до моления об оглашенных. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший должен просить входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание бывает внутри врат, в притворе, где грешник должен стоять до моления об оглашенных, и тогда исходить. Ибо правило глаголит. Слушав писание и учение, да изгонится и да не сподобится молитвы. Чин припадающих есть, когда кающийся, стоя внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными, а чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с оглашенными. Конечно же, есть причастие святых тайн. Григорий Неокисарийский, 12. Третье. Припадающие. Кающийся стоит внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. Четвертое. Купно стоящие. Кающийся стоит вместе с верными и не выходит с оглашенными, но не причащается святых тайн. Епитемьей не должно ввергать грешника в отчаянии и не подавать повода к расслаблению жизни. Шестой Вселенский Собор, 102 правило. Приявшие от Бога власть решить и вязать должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению и так употреблять приличное недугу врачевания, дабы, не соблюдая меры и в том, и в другом, не утратить спасение недугующего, ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен и производит многие отрасли вреда, из которых зло обильно разливается, доколе не будет остановлена силой врачующего. Почему духовное, врачебное искусство являющему подобает прежде рассматривать расположение согрешившего и наблюдать, к здравию ли он направляется или, напротив, собственными нравами, привлекает к себе болезни и как между тем учреждает свое поведение, и если врачу не сопротивляется и душевную рану через приложение предписанных врачевств заживляет, в таковом случае по достоинству возмеривать ему милосердие. Ибо у Бога и приявшего пастырьское водительство и все попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем уврачевать, не должно гнать по стремнинам отчаяния, не отпускать бразды к расслаблению жизни и к небрежению, но должно непременно, которым-либо образом, или посредством суровых и вяжущих, или посредством более мягких и легких врачебных средств противодействовать недугу и к заживлению раны подвязаться и плоды покаяния испытывать и мудро управлять человеком, призываемым к горнему просвещению. Подобает нам и то, и другое ведать и приличная ревность текающегося и требуемое обычаем для неприемлющих же совершенства покаяния следовать преданному образу, как и священный Василий получает нас. Первый Вселенский Собор, второе правило. Так как по нужде или по другим побуждениям человеков многое произошло не по правилу церковному, так что людей от языческого жития, недавно приступивших к вере и краткое время оглашенными бывших, вскоре к духовной купели приводят и тотчас покрещений возводят в епископство или пресвитерство, посему за благо признано, дабы впредь ничего такового не было. Потому что и оглашенному потребно время, и по крещении дальнейшие испытания, ибо ясно писание апостольское глаголющее, не новокрещенного, да не разгордившись в суд, впадет и в сеть дьяволу. Если же в продолжении времени душевный некоторый грех обретен будет в некоем лице и будет облечен двумя или тремя свидетелями, таковой, да будет исключен из клира. А поступающий вопреки сему, як одерзающий сопротивляться великому собору, подвергает себя опасности исключения из клира. Смотреть также Анкирский собор, пятое правило. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший должен просить входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание бывает внутри врат, в притворе, где грешник должен стоять до моления об оглашены, и тогда исходить. Ибо правило глаголит, слушав писание и учение, да изгонится, и да не сподобится молитвы. Чин припадающих есть, когда кающийся, стоя внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с оглашенными. Конечно же, есть причастие святых тайн. Диакон по приятии диаконства, соблудивший, хотя должен извержен быть от диаконства, но по низведению на место мирян, да не отлучается от приобщения, ибо древнее есть правило, извергаемых от священной степени, подвергать всему только образу наказания, в чем, как мне думается, древние последовали оному закону, не мстишь и дважды заедина. Наума 1.9 Есть же и другая сему причина, ибо находящиеся в чине мирян, быв извержены от места верных, паки приемлются на место, с которого не спали. А диакон подвергается наказанию извержения, продолжающемуся навсегда. И так они ограничились с ним единым наказанием, поскольку не возвращается ему диаконство. Так по уставам. Вообще же, истинное врачевание есть удаление от греха. Так что отвергший благодать ради удовольствия плоти подает нам совершенное доказательство своего исцеления, если с сокрушением сердца и со всяким порабощением плоти воздержанию, отступив от удовольствий, которыми совращен был. И так подобает нам и то, и другое ведать, и принадлежащее к совершенству покаяния, и принятое в обычай для недостающих же совершенства покаяния последовать преданному уставу. Василия Великого, Третья. Кающимся время покаяния по различию грехов да назначается судом епископов. Пресвитер же безволи епископа не разрешает кающегося, разве только во время надлежащей нужды в отсутствии епископа. На всякого же кающегося, если преступление его было явное и гласное, смущающее всю церковь, да возлагаема будет рука в притворе храма. Карфагенский, 52. При ревностном исправлении согрешившего можно сократить епитимию на одну треть указанного срока. Если бы кто ни был испадших, вышеписанные грехи, исповедавшись, соделывается ревностным в исправлении, то приявшее человеколюбие Божие власть разрешать и связывать не будет достойно суждения, когда, видя крайне усердное исповедание согрешившего, соделается милости и сократит епитимию. По элику, повествования Священного Писания показуют нам, якос большим подвигом исповедующиеся скорее получают Божие милосердие. Василий Великий. Грехи, бывающие от вожделений и сладострасти, разделяются следующим образом. Иный называется прелюбодеянием, а иный блудом. Некоторыми же тончайшими исследователями заблагорассудилась и грех блуда именовати прелюбодеянием. По элику, един есть законный союз жены с мужем и мужа с женою. Итак, все незаконное есть уже противозаконное, и в землющий не собственное, очевидно, в земли чужое. Ибо человеку дана от Бога единая помощница, и над женою поставлена единая глава. Итак, если кто стяжал себе по выражению Божественного Павла свой собственный сосуд, первое послание Солунянам, четвертая глава, четвертый стих. Тому закон естественный предоставляет праведное употребление оного. Но если кто обратится не к собственному, таковы, без сомнения, чуждый восхитит. Для всякого чужое есть то, что не есть его собственное, хотя бы и не было ввиду владельца оное присвояющего. Посему, строже исследовавшим сей предмет, представляется блуд недалеко отстоящим от греха прелюбодеяния, ибо и Божественное Писание глаголит «немног буди к чуждей». Притчи 5.20 Но поскольку к немощнейшим отцы являли некое снисхождение, то положено всем грехе общее различие такое. Блудом называется исполнение похоти, соделанное с кем-либо без обиды другому, а прелюбодеянием навед и обида чужому союзу. К сему относят скотоложество и мужеложество, потому что и сии грехи суть прелюбодеяния против естества, поскольку причиняется обида чуждому роду, и притом вопреки естеству. При таком разделении видов и сего греха общее врачевание состоит в том, да соделается человек через покаяние чистым от страстного неистовства к такому платоугодию. Поскольку же у осквернившихся блудодеянием не сопряжена с сим грехом обида, того ради сугубое время покаяния определено тем, которые осквернили себя прелюбодеянием или иными студодеяниями, как то, смешением со скотом или неистовством к мужскому полу. Ибо в всех случаях, как речено мной, грех становится сугубым, един состоит в непохвалительном сластолюбии, а другой в обиде другом. зле или по некоему подозрению или по обвинению невольного обличенную подвергается продолжительнейшему исправлению, дабы со строгостью быв очищен, таким образом прият был к общению святых тайн. Правило осем таково, осквернившиеся блудодеянием на три лета да будут совсем удалены от церковной молитвы, три года да участвуют только в слушании писаний. В иные три года домолятся с припадающими в покаянии и потом допричащаются святых тайн. Для проходящих же покаяния ревностнее и житием своим показывающих возвращение к благому, позволительно устрояющему полезное в церковном домостроительстве сократите время слушания и скорее приводить он их к обращению, подобно сократить время и сего и скорее опустить до приобщения сообразно с тем, как он собственным испытанием дознает состояние врачуемого. Ибо как воспрещено повергать бисер пред свиньями, так неуместно было бы и лишать драгоценного бисера того, который через удаление от греха и очищение уже сделался человеком. Беззаконие же, делаемое прелюбодеянием или другими видами нечистоты, как выше сказано, по всему тем же судом добудет врачуемо, как и грех блудный, но с усугублением времени. Присем также добудет наблюдаемо расположение врачуемого, подобно как и одержимого нечистотою блуда, дабы или ранее, или позднее, подавалось им причастие благо. Пятое. По всем остается подвергнуть исследованию душевную силу раздражения, когда она, уклонившись от благого потребления негодования, впадет в грех. Много бывает от раздражения греховных дел и всяких зол, но отцам нашим угодно было о иных из них не входить во многую подробность и не признали они требующим многого попечения, врачевания всех согрешений от раздражения происходящих. Писание возбраняет не только малегкую рану, но и всякое злоречие или хуление. Колоссянам 3.8 и Фесянам 4.31 и все подобны от раздражения происходящие, но они только против злодеяния убийства положили предохранение в епитемиях. Разделяется же сие злодеяние по различию убийства вольного и невольного. Вольное убийство, во-первых, есть то, на которое с намерением дерзну решившийся на сие самое злодеяние, да совершит оное. Во-вторых, и то полагается между вольными убийствами, когда кто в сопротивоборстве, бия и будучи бием, наносит рукой удар в некое опасное место, ибо одинаковой яростью объятый и стремлению гнева предавшийся, во время страсти не приемлет в ум ничего могущего пресечь зло. Итак, убийство, происшедшее от противоборства, приписывается действию произвола, а не случаю. Невольные же убийства имеют известные признаки, когда кто, имея в намерении нечто другое, случайно ученит тяжкое зло. Из сих вольное убийство требует троякова протяжения времени для тех, которые обращением врачуют произвольное преступление. Для них полагается три девятилетия с назначением по девяти лет на каждую степень покаяния. Кающийся да проведет девятилетнее время в совершенном отлучении с преграждением ему входа в церковь. Столько же других лет да прибудет в степени слушающих, сподобляясь только слушания учителей и писаний. В третьем же девятилетии да молится с препадающими в покаянии, посему да приступает к общению святых тайн. явно 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 что из-за таковым тоже наблюдение иметь будет домостроительствующий в церкви и по усмотрению обращения сократится для него продление епитемии. Так что вместо девяти на каждую степень покаяния положится или восемь, или семь, или шесть, или только пять лет, если великостью покаяния упреждает он время и ревностью в исправлении себя превосходит тех, кои в продолжительное время менее деятельно очищают себя от скверн. Невольное же убийство признано достойным снисхождения, но непохвальным. Сие сказал я, дабы явным сотворить, что если кто, хотя невольно, будет осквернен убийством такого, как уже сделавшегося нечистым, через нечистое дело, правило признало недостойным священнической благодати. Какое же время назначено для очищения просто блуда, такое же заблагорассуждено положить и для невольных убийц, при том с рассмотрением и здесь расположения кающегося. Таким образом, если будет истинное обращение, то да не соблюдается число лет, но с сокращением времени доведется кающийся к возвращению в церковь и к причастию святых тайн. Если же кто, не исполнив времени покаяния, определенного правилами, отходит от жизни, то человеколюбие отцов повелевает да причастится святых тайн, и да не без напутствия отпущен будет в оное последнее и дальнее странствие. Но если причастившись святых тайн, снова возвратиться к жизни, да ожидает исполнения означенного времени, находясь на той степени, на которой был прежде данного ему по нужде приобщения. Григорий Низский 4-5 6-й Вселенский Собор 102 1-й Вселенский 12 Сам себя возбудивший к покаянию подлежит епитимеи снисходительнейшей, а облеченный продолжительнейшей Григорий Низский 4-5 За одно преступление не должно налагать двух наказаний. За прелюбодеяние 7-12 лет, убийство 20 лет. Занимающиеся волхвованием, колдовством, нетрадиционной медицины, то есть гипноз, телесеансы психотерапевтов, подпадают под епитимею убийц вольных, гадателей на 6 лет. Если же не отстанут от всего, то совершенно извергаются из церкви. Кто лечится от них и от бабок шептух, экстрасенсов отлучается на 5 лет. Волхвующие и последующие языческим обычаям или вводящие неких в дома свои ради изыскания волшебств или ради очищения доподвергаются правилу пятилетнего покаяния. По степеням установлены 3 года припадания и 2 года молитвы без приобщения святых тайн. анкирский 24 и на 6 лет предающиеся волшебникам или так именуемым стоначальникам или другим подобным, дабы узнать от них, что вас хотят им открыть, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитемии. Той же епитемии надлежит подвергать и тех, которые водят медведиц или иных животных на посмешище и на вред простейших и, соединяя обман с безумием, произносят гадания о счастье, о судьбе, о родословии и много других подобных толков, равно и так именуемых облакогонителей, обаятелей, делателей предохранительных талисманов и колдунов, закосневающих же всем и не обращающихся и не убегающих от таковых пагубных языческих вымыслов, определяем совсем извергать из церкви, как и священные правила повелевают. Ибо какое общение света с тьмою, как и глагольт апостол, или какое соединение церкви божьей с идолами, или что общего у верного с неверным, какое общение Христа с велиаром. Шестой Вселенский собор, шестьдесят первое правило. Волхвующие и последующие обычаем языческим или вводящие неких в домы свои ради изыскания чародейств и ради очищения да подлежат правилу шестилетия. Лето да будут плачущими, лето слушающими, три лето припадающими и едино да стоят с верными и таку да приимутся. Василия Великого 83 Грех экуминизма извергает из церкви, доколе не отстанет человек от общения с еретиками в молитве. Для живущего по плоти, то есть бездуховной жизнью, для такого человека кажется, что разговор о религии, о молитве, о храме, все эти темы его не интересующегося вопросами души и спасения ее, не думающего ни о завтрашнем дне, ни о загробной своей участи, никакие церковные проблемы никогда не коснутся. И если случится такому современнику нашему при случае войти в храм, как неуютно он себя там чувствует. А войти под своды собора или маленькой сельской церквушки случаев представляет ему жизнь немало. Умер близкий человек, заповедовавший похоронить его по-церковному, в кавычках с бабушками и с попом. Заболел ребенок, крестить ребенка или венчаться пожелала дочь, сын. Если случится, что такой недобровольный празелит потом втянется в модную ныне образованность в кавычках и станет около церковным жителем, то его прежняя полная необразованность заменяется почти всегда на познание видимого, что никогда не было церковным, что некогда вторглась под своды храма и ныне прижилось там и уже мыслится как неотъемлемая часть церкви. И вот такой прихожанин, нашедший утешение в храме, все, что видит, принимает как истинное, как данное от Бога к таким-то, а их большинство ныне из тех, кто считается прихожанами во всей России и будет сие разъяснение. К чему следует приложить силы, на что обратить внимание, чтобы церковь, подвергшаяся небывалому в истории мира разрушительному поруганию, начала изживать из стен своих чужое, привнесенное врагом душ человеческих. В течение первых восьми веков в церкви, когда она была единая и неделимая, собралось семь вселенских и девять поместных соборов, и были приняты на них и от святых отцов церкви правила Духовный кодекс, церковное уголовное право. Из действующих ныне семисот девятнадцати правил четыреста тринадцать, то есть пятьдесят семь процентов, умышленно и повседневно нарушаются. О главных нарушениях, что наиболее убивают духовную жизнь, душу и лишают вечного блаженства, и необходимо поговорить, открыть, сообщить тем, кто сам не имеет возможности понять, доказать, что же есть в церкви то, что дано от Бога и что там навязано, прижилось через дьявола, через корысть и трусость священников, через органы разрушения. Все причины того, что указанные двенадцать пунктов внизу, как язвы кровоточат и прижились в церкви, есть та, что подавляющее большинство пастырей, священников, люди случайные, сами не пережившие духовного рождения, не призванные Богом на сие великое служение Богу и людям, а оказались они на всем высоком месте лишь потому, что соответствовали тем требованиям, какие предъявляли к ним органы КГБ, уполномоченные по делам религии, преснопамятная КПСС. То, о чем будет сказано, неопровержимо ни с какой стороны, и это должно быть исполнено тотчас же. Но как это сделать, если произошло поголовное обмерщение прихожан, потерян контроль над ситуацией, познав болезнь, в молитве найдем и лекарство, сознающего и спрос будет строгий, знал и не исполнил. Субтитры создавал DimaTorzok